Местное самоуправление В Чебоксарском городском собрании депутатов изменится состав Устав, наружная реклама, план приватизации Депутаты собрались на последнее в нынешнем составе заседания Хотели, как лучше, а получилось, как получилось Речь о правилах благоустройства с Алисой Чувашей В борьбе за красоту города народные избранники, судя по всему, перестарались Надзорные органы нашли в документе о нарушении В 2013 году в городе приняли новые правила благоустройства Один из пунктов гласил парковать автомобили вне автостоянок Например, на газонах, клубах, детских площадках запрещено Чтобы эффективно наказываться, нарушители начали использовать систему Парконт Которая автоматически фиксирует нарушение правил стоянки транспортных средств Водителям стали приходить письма счастья, квитанции на оплату штрафов После многочисленных обращений и жалоб недовольных водителей Суд таки встал на их сторону и признал данный пункт недействительным Во-первых, парковка, например, на газоне Это нарушение федеральных нормативных актов И запрещать ее не в полномочиях местных депутатов Во-вторых, статья, по которой штрафовали автомобилистам, слишком неопределенная Надо отметить в любом случае, что с одной стороны Может быть где-то очень сложно припарковать машину во дворах Но с другой стороны, нельзя стоять на тротуары, на зеленую зону своей автомобиля Это, во-первых, некрасиво и неуважение к людям Ну и, конечно же, очень большое количество жалоб поступает Уже непосредственно от тех людей, которые живут во дворах И говорят, почему стоят машины на газоны Вот, это нужно уметь понять Здесь получаются такие весы Сложно найти вот эту грань Кто прав, кто виноват Поэтому, ну, сегодня, пока так Верховный суд сказал, штрафовать нельзя Будем смотреть, что дальше сделать Сейчас, опять же, мы будем в этой системе менять правила игры Поэтому на данный момент штрафовать уже, по крайней мере, никто, никого не будет Но со временем посмотрим, как, в какие, в рамке закона мы сможем все это провести Казалось бы, не нужно изобретать велосипед В новых районах архитектора давно проектируют дома с подземными парковками В старых районах ситуацию должны спасти многоуровневые паркинги Однако не все так просто Мы уже на протяжении, там, большого количества лет Пытаемся найти инвесторов для того, чтобы кто-то построил многоуровневые парковки К сожалению, пока таких инвесторов не находится Вроде одни начинают строить Потом говорят, нет, нам этот проект становится неинтересен Они его откладывают в сторону Пытались и за счет города это построить Но, к сожалению, вот видите, там, кризис у нас пришел Вроде бы уже и почти проект был готов Должны были уже начать строить Перестали, пока заморозили этот проект Инвесторы пока сами не находятся Будем надеяться, что инвестор-проекты такие у нас будут Очень большое усилие сделали на то, чтобы были парковки под домами Но, опять же, практика показывает Вот, возьмем микрорайон, университет Большое количество парковок под домами, они пустуют Все пытаются поставить машину почему-то сверху Никто не хочет поставить на горную парковку под домом Странно, нонсенс, но это факт Вот, поэтому, наверное, надо менять культуру людей Еще один пункт правил, с которыми не согласилась прокуратура Запрет на размещение на фасадах домов Со стороны центральных улиц кондиционеров и телевизионных тарелок Которые так портят внешний вид здания У нас было требование, что размещение наружных кондиционеров и антен-тарелок На зданиях, расположенных вдоль магистральных улиц города Нужно предусматривать только со стороны дворовых фасадов А со стороны улиц фасадов у нас запрещалось То есть сейчас можно опять будет? Можно будет, да Фасад является общей муссом на квартирных домах И, в принципе, использование общей мусс решает собственники помещения на квартирных домах Разработать правила благоустройства, которые бы и городу пошли на пользу и закону, не противоречили Вот задача специалистов на ближайшее время О благоустройстве продолжим Говорит с членом постоянной комиссии ЧГСД по городскому хозяйству Депутатом шестого созыва Вячеславом Волгиным Здравствуйте, Вячеслав Владимирович Добрый день Вот первый вопрос Правила благоустройства города Чебоксар Это что за документ, зачем он городу нужен? В 2003 году был принят федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления Где статья 16 об вопросах местного значения городского округа Были как раз указаны пункты В том числе утверждение правил благоустройства территории городского округа У нас по уставу города Чебоксары как раз мы являемся городским округом Соответственно, мы эти правила благоустройства должны были утвердить Что было и сделано Причем сделано было уже неоднократно Изменения вносились в этот документ Но в целом, о чем он говорит? Конечно, само название говорит само за себя Это прежде всего, конечно, организация содержания уборки территории Содержание уборка зон отдыха Содержание зданий, это фасады, крыши, допустим Содержание объектов внешнего благоустройства Объектов наружной рекламы, информационных конструкций Содержание световых вывесок и витрин Содержание строительных объектов Содержание инженерных коммуникаций Содержание эксплуатации дорог Ремонт этих дорог Земляные работы И, допустим, праздничное оформление города В том числе подпадает под эти правила Вот некоторые пункты надзорные органы посчитали незаконными В том числе штрафовать автомобилистов с помощью системы Паркон То есть хотели как лучше избавить город от автомобилей, которые паркуются на клумбах, на газонах, на тротуарах Получилось у нас, как всегда, пока Вот в вашем округе как обстоят дела с этим? Что там, не знаю, может быть, планируете сделать? И как в целом видите решение для города? Ну, вообще, конечно, не то, что запретили этой системой пользоваться А то, что сейчас протоколы должны составлять соответствующие надзорные органы Которые за этим, по закону, этим полномочиями наделены Допустим, это ГИБДД в данном вопросе То есть не сама система Паркон, да, под запретом? Да, да То есть на сегодняшний день протоколы могут составлять только ГИБДД Раньше составляли, насколько я знаю, в том числе участвовали сотрудники администрации Сотрудники административных комиссий Вот, поэтому тут ничего нового нету Ничего не поменялось И правила устройства нарушать также нельзя Вот Что касается округа Понятно, что этот вопрос, он такой с бородой, скажем Когда закладывался город Никто не планировал, что столько автомобилей появится Сейчас практически у каждой второй семьи там есть автомобиль Поэтому, конечно, это проблема, которую нужно решать не только штрафами Но в том числе это строительство парковок гостевых Строительство каких-то стоянок Вот, в частности, в этом году, например, в нашем округе было построено 5 гостевых парковок Это за счет муниципалитета? За счет муниципального бюджета, да То есть, я считаю, вот таким способом и нужно решать Тут одними карательными мерами не обойнишься Ну, к тому же, да, наверное, идти навстречу людям, которые самостоятельно решили организовать парковки На свои какие-то средства И все-таки, если возвращаясь к парконам Я правильно понимаю, что автомобиль все равно может получить штраф, если он припаркуется где-то на газоне, во дворе Просто от ГИБДД, да? Да, он нарушает уже правила дорожного движения, если тротуары Соответственно, нарушение идет законов, штраф идет А вот ГИБДД занимается этим вопросом? Они будут выезжать с этим парконом? Ну, это их полномочия, конечно, они будут выезжать и выезжают Единственное, тут нюансы есть, конечно Когда эти протоколы составляла администрация Ну, административные комиссии, администрации города или районов То эти средства шли в бюджет города На сегодняшний момент эти средства пойдут в бюджет федеральный Ну, здесь, конечно, интерес ГИБД, и они работают над этим Если говорить уже не в целом по городу, а про ваш округ Какие планы по благоустройству там? Что планируете сделать? Ну, здесь так скажу Мы встречались очень много с депутатом Виктором Владимировичем Очень много встречались с жильцами И заметили такую вещь, что там, где домовой комитет активный В принципе, там намного больше решено задач, нежели в домах, где, в принципе, решать ты И выносить вопросы, ставить вопросы некому Это первый момент, я хотел сказать Второй момент, ну, в этом году, в 2016 году Выделены из бюджета на московский район около 32 миллионов Эти деньги были распределены между округами Вот, и, значит, вот эти средства были, конечно, освоены и в нашем округе в том числе Вот, по планам, я так скажу Вот, в декабре месяце будет приниматься бюджет Где-то в феврале месяце мы будем расписывать эти денежные средства Между уже конкретными там домами, дворами Объектами, да? Объектами, да Администрация московского района на сегодняшний день собирает все заявки В том числе те заявки и наказы, которые даются депутатам Мы их также направляем в администрацию московского района Они составляют этот список Смотрят, где действительно требуется, в первую очередь, вложение денежных средств И мы вот в феврале, я думаю, где-то в феврале уже примем этот список И уже будет ясно, что будет делаться в 2017 году Вот еще отдельная тема Это дороги, которые нельзя отнести к придомовым, да? Вот я знаю, что есть такой адрес, например, это Меченопавлова, 40К Магазин Гармония, так называемый В ужасном состоянии тротуар между красадиком и магазином Вот там тоже Как эту проблему можно решить? К кому обращаться людям? Ну, вот по этому адресу я как раз недавно был, смотрел Да, там тротуар, ну он есть, конечно, но не в таком надлежащем виде, в котором хотелось бы иметь этот тротуар Но тут вопрос решается так Если эта территория принадлежит частному лицу или юридической фирме То бюджетные деньги туда просто не имеем права вкладывать Ну да, не целевой использованный средств И если это городская территория, то, конечно, мы это будем благоустраивать, если уже не благоустроили Вот, в данном случае, ну, будем искать компромисс с данной организацией То есть сейчас надо выяснить, да, кому принадлежит территория Потому что, насколько я помню, что вот правила благоустройства, которые приняты в 2013 году Они должны были оставить в прошлом понятие бесхозная территория За кем-то она все-таки закреплена, правильно я понимаю? Обязательно, да Ну, там имеется в виду тротуар, он идет, я не знаю, в полуметре от самого здания Поэтому тут просто посмотрим все-таки, кому эта территория принадлежит Если город, то сделаем обязательно А есть какие-то еще такие проблемные объекты, с которыми тоже люди обращаются? Ну, вот, пожалуйста, Гузовского-13, там была, ну, заросль, такая серьезная территория, заросшая Вот мы буквально недавно провели субботник такой мощный Там человек 100, наверное, присутствовало И жители в том числе большую роль сыграли, и актив района То есть вырубали все, вычищали, там ни один КАМАЗ вывезли То есть сейчас на этой территории будем разбивать парк, там детские какие-то качели поставим Спасибо Я напоминаю, мы беседовали с депутатом Чебоксарского городского собрания Вячеславом Волгиным 18 сентября в России прошел единый день голосования Жители нашей республики выбирали новый седьмой созыв Государственной Думы России И шестой созыв Государственного Совета Чувашии В эти законодательные органы страны и республики Блотировались некоторые депутаты Чебоксарского городского собрания О том, кто повысит свой статус и кто займет их места в собрании Мы побеседуем с заместителем председателя ЧГСД Ириной Клементьевой Ирина Всеволодовна, здравствуйте Здравствуйте Кто из депутатов собрания пойдет в Государственный Совет Чувашии? В Государственный Совет Чувашии у нас пойдет депутат Викторов Владимир Николаевич Он у нас избран в городское собрание депутатов по партийному списку И поэтому в связи с его уходом выборы не должны происходить Потому что уже будет решаться на уровне ЦИКа города, МИКа города А как эта замена будет происходить Кроме того, депутатом Государственной Думы Российской Федерации Избран глава города Чебоксары Черкесов Леонид Ильич И у него, конечно, освобождается одномандатный избирательный округ на южном поселке Поэтому вот здесь у нас должны пройти выборы В соответствии с уставом города мы их проведем в следующем году У нас в стране два дня голосования, единого дня голосования Поэтому или в весенний, или в осенний период Очень так же со всей страной, когда проходят выборы Мы будем проводить такие мероприятия Кто будет исполнять обязанности до того, как пройдут выборы? В соответствии с уставом исполнение обязанности будет заместитель Председателя Чебоксарского городского собрания И как только будет проходить собрание следующее Точно так же, как избирался черкесов Леонид Ильич Та же самая процедура будет происходить и нынешние выборы главы города Чебоксары То есть я правильно понимаю, сейчас вы будете исполнять временно до следующего собрания До тех пор, пока депутаты не выберут нового главу города? Да, в связи с тем, что я являюсь заместителем, да, я буду исполнять обязанности Леонид Ильич будет передавать сейчас, в связи с тем, что ему тоже, соблюдая те процедуры Он тоже должен выехать в Москву на первые встречи Поэтому на время избрания буду исполнять обязанности я То есть я правильно понимаю, мы не... Так же оставляется система, да, двухглавая, когда глава администрации города и глава города У нас устав города не менялся Как было, так и остается Управление городом глава города и сити-менеджер И поэтому каких-либо изменений не происходит Происходят точно такие же выборы внутри депутатов Чебоксарского городского собрания И один из депутатов становится вновь главой города Спасибо большое Спасибо Ну а о чем говорили депутаты пока еще в прежнем составе На очередном заседании ЧГСД Далее Первым в повестке дня был вопрос об изменении в устав города Нововведение непосредственно касается нового главы города Которого в скором времени выберут из числа депутатов и главы городской администрации Вносятся поправки в статью 78 устава Касающиеся оснований для отрешения от должности главы города Чебоксары Или главы администрации города Чебоксары В случае нецелевого использования межбюджетных трансфертов Имеющих целевое назначение бюджетных кредитов Нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов Бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Народные избранники пополнили схему размещения рекламных конструкций Так, на пересечении улицы Константина Иванова и Московского проспекта В студенческом сквере опять появится рекламное табло В этот раз с соблюдением всех требований безопасности дорожного движения Из правил благоустройства исключили, как этого требовали надзорные органы Пункт о запрете размещать на фасадах домов со стороны дорог, кондиционеров и телевизионных тарелок Теперь это можно делать, но после согласования с главным архитектором города Из плана приватизации исключили Чебоксарское троллейбусное управление Из муниципального унитарного предприятия его планировали превратить в акционерное общество Предприятие не готово к приватизации, так как имеется большой риск банкротства предприятия При предъявлении требований кредиторов в досрочном погашении задолженности Последним вопросом в повестке дня стало досрочное прекращение полномочий депутата ЧГСД Владимира Викторова Коллеги, которые пошел на повышение, депутаты препятствовать не стали Это была программа «Местное самоуправление» До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова